Ситуацию с пандемией уже юристы официально называют форс-мажором. Что же говорить о других сферах общественной жизни? Разрыв социальных связей. Вот настоящий удар. То, на чем завязано в нашей стране, в общем, практически все. Бизнес в первую очередь. Мы пригласили в эту студию психолога и начинаем новую рубрику, потому что мы хотим об этом поговорить. Оксана, приветствую. Для тех, кто не знает, вот для многих, может быть, Оксана Голубева уже человек достаточно известный в городском округе Солнечногорска. Оксана работает психологом в активном долголетии. Да. Ну, помимо этого, у тебя, твоя практика насчитывает уже порядка 15 лет, насколько я знаю. Оксан, тема, о которой сегодня мы хотим поговорить, это страх. Но я хотела бы начать, наверное, не с самой темы, а с того, что вот за 15 лет, что ты работаешь, удалось ли тебе в твоей профессиональной сфере уже пережить нечто подобное? Какой-то такой массовый кризис, массовую проблему, которая касается всех в отдельно взятой стране или отдельно взятой вселенной? Ну, наверное, к радости массового кризиса не было. Были отдельно взятые случаи, когда люди боятся, когда люди тревожатся, даже когда люди паникуют. Но это не было настолько массово, настолько обширно, потому что сейчас мы говорим вообще о всем земном шаре. Соответственно, надо понимать, что и у тех, с кем ты работаешь, да, у твоих клиентов, правильно ли их называть клиентами, да, не обидятся ли они на это. Сейчас вы вместе переживаете нечто новое, как я понимаю. Да, мы, кстати, любовно называем их наши участники, наши долголеты. Ушли с ними на удаленку, я с ними работаю удаленно. У нас есть возможность обучить их поставить программы, так как у них есть компьютерные курсы, кстати, что сейчас им очень помогает. Я работаю с ними по удаленке, я общаюсь с ними, провожу консультации онлайн, по скайпу, зуму. Я с ними все время на связи. Итак, если сегодня тема нашей с тобой беседы и неких практических рекомендаций, от тебя мы на это рассчитываем, наша аудитория. Давай начнем тогда с этой возрастной категории, которая сейчас, как уже много-много раз, говорят со всех, с каждого утюга, буквально в зоне риска. Мы говорим о возрастной аудитории, об аудитории, так, например, активного долголетия, хотя здесь, как мне кажется, все-таки нельзя всех причислять именно к одной аудитории. Даже возрастную аудиторию я бы делила на две категории. Есть активные пожилые люди, есть неактивные пожилые люди. Так вот, какие у них страхи? Ну, я хочу сказать, что все консультации, которые я сейчас провожу, они... Вот, кстати, мы не касаемся вот именно вот этой глобальной истории, которая сейчас происходит. Они просто говорят, я сижу дома, я никуда не выхожу, если там мне нужны лекарства, мне привозят там... То есть вот они совершенно спокойно к этому относятся. Они... Вот те, с кем я общаюсь, они дисциплинированные. У нас есть группа в WhatsApp, они там все время общаются у нас, идут каждый день онлайн какие-то мероприятия, они делают зарядку, вплоть до того, что субботу-воскресенье им тоже есть чем заняться. Мы не говорим вот об этой большой, вот серьезной истории. У них даже, ну, мыслей не возникает. Я сама, естественно, их на это не навожу. Им есть о чем со мной пообщаться, мы с ними дорешиваем какие-то там текущие вопросы, мы с ними это обсуждаем. Можно ли сказать, что люди просто боятся спросить о том, чего боятся? Вероятно, как раз возрастная категория боится, что их дети заболеют, их внуки заболеют. Не они, будучи в категории 65+, а их молодежь, как они говорят. Маш, ну, в принципе, да, они с ними не общаются, потому что, вот, они соблюдают правила. Они говорят, я не общаюсь с детьми, я никуда не хожу. Они не говорят о том, что они могут заболеть. То есть они вот эти страхи свои не транслируют. Следует еще отметить, что вот этот проект «Активное долголетие» сам по себе, он очень правильный еще и потому, что те люди, та огромная часть людей, которая начала к нам ходить, они как раз, им есть чем заняться. Потому что те, кто не знает, чем заняться, они сначала заходят ко мне в кабинет. Мы с ними думаем, почему они вообще не понимают, что они хотят делать, да, там разбираем. Они что-то для себя тут же находят, они там ходят на гимнастику, они поют, они занимаются компьютером. А вот дело в том, что вот та категория, которая ходит в «Активное долголетие», они знают, чем им заниматься. И поэтому у них не возникает таких вопросов. Да, конечно, грустно сидеть дома, но кто-то пишет картины, кто-то разбирает шкафы. Кстати, одно из заданий, которые я даю, ну, там, смотря, с кем вопросом приходят, это такой разобрать ментальный мусор. Есть такая пословица «порядок на столе, порядок в голове». И мне уже многие говорят о том, что я тут выкинула мешок с бумагами, так хорошо, и места так много стало, и дышать легко. И вообще я понимаю, что они мне не нужны, и стало гораздо легче. Это такое упражнение, кстати, которое можно начинать делать сейчас. Является, ну, вообще, как говорят эксперты, страх – это одно из проявлений инстинкта самосохранения. В общем, собственно, этот инстинкт его и порождает. Можно ли считать, что раз это инстинкт самосохранения, то это полезное, в общем-то, ощущение? И попробовать, испытывая страх, себе объяснить, что то, что с тобой сейчас происходит, это, в общем, для твоего же блага? Или все-таки часто люди говорят, а как мне бороться? Бороться. Почему-то мы все очень такие воинственные, всегда настроены на то, чтобы надо бороться, кого-то побеждать, чтобы кто-то проиграл, кто-то выигрывал. Обязательно какая-то битва нужна. Но это вообще специфика, наверное, русской души, да? Ну, да, но вообще страх – она одна из базовых эмоций. И она изначально как защита для нас. Если бы у нас не было страха, да, то мы спокойно совали бы пальцы в розетку и не боялись бы этого. И потом, ну, последствия понятны. Во-первых, как понятно? Я уже... Во-первых, это не получится просто. Это только детские пальцы, и то они не факт, что пролезут. Как нам объяснял учитель по физике, берете просто... Если вы хотите испытать, возьмите хотя бы шпильку. Возьмите шпильку. Да, хотя бы... Возьмите шпильку, да? Нет, ну можно, я имею в виду пальцы. Можно это чем-то сделать? Можно отверткой? Можно полезть в щиту? Вот чтобы наша аудитория сейчас поняла нас неправильно, мы на самом деле с Оксаной приводим вам всего лишь метафору в пример. Встряхните себя, сделайте себе некий такой психологический удар током, если вы чувствуете, что вы в чем-то тонете. Да. И еще один момент по поводу страха. Это как раз та пословица «У страха глаза велики». Страх, он может быть двух видов, он может быть реальный, на реальную угрозу. Вот летит на вас огромная собака, или идет там человек с автоматом, и, естественно, вы будете пугаться, это нормально. А еще есть страх, который необоснованный, и чаще всего мы его сами в своей голове придумываем. Вот этот страх хуже, он может затянуться. И от того, что мы будем бояться сейчас, да, это уже как вот следствие. Ну, Маш, хорошо, давай, вот ты будешь бояться. Вот что-то изменится в мире от того, что ты сейчас сядешь, не знаю, и будешь бояться. Вот что-то изменится в мире. Что изменится в мире или даже не в мире? Что изменится конкретно у меня самой? От того, что я была в одном состоянии, а теперь я буду просто сидеть и трястись. Другой момент. Если страх, который возникает, не сковывает тебя по рукам и ногам, а наоборот заставляет тебя делать что-то, что, в общем, делать, может, и не нужно. Я сейчас приведу в пример, да, ты же видела, что в продуктовых магазинах было в первые дни после того, как объявили пандемию. Что движет людьми вот этими абсурдными поступками? Мне интересно даже посмотреть сейчас на эти семьи, у которых дома просто все шкафы забиты гречкой и прочим, да. Давай по порядку. Реакция на какое-то шоковое состояние может быть трех видов. Я думаю, я вообще уверена, что девочка у нас очень такая образована. Я думаю, что ты это знаешь. Реакция может быть бей, беги или замри. И вот мы все по-разному реагируем. То есть если сейчас каждый из нас задумается и вспомнит себя в какой-то реальной ситуации, он тут же почувствует, что он делает. Либо он дает отпор. Это может быть словесно. И может быть, что не очень хорошо. Это может быть реальный физический контакт. Да, бей. Мы можем убежать из этой ситуации, просто развернуться и уйти. И мы можем замереть, да, как в природе замирают некоторые животные, которые прикидываются неживыми на какое-то время. И, в принципе, на какую-то долю секунды каждый из нас замирает, а потом уже выбирает дальше, да, что он убегает или бьет. Это один момент. По поводу того, что все массово начали скупать. У нас есть часть людей, которые при любом, вот, каком-то даже небольшом всплеске бежит скупать спички, соль. Такое ощущение, что они... Ты знаешь, Оксана, даже насколько вот слушала экспертов, выросли очень хорошо продажи презервативов и, как ни странно, патронов. Вспоминается сразу из Станислава Говорухина, да, из фильма фраза «Я всегда живу с запасом». Сначала покупала запас крупы, а теперь вот патроны. Ну, ты же сказала, что это инстинкт самосохранения, презервативы, думаю, это все туда. Действительно. Инстинкт самосохранения. И крайний вопрос, Оксана, в нашем блоке про страх. Это как же вернуть нам контроль над своими эмоциями, контроль над тем, как мы испытываем страх, как мы с ними работаем. Да, смотри, ты ухватила здесь основную мысль. Вот в панике, в страхе, почему мы сейчас так переживаем? Это именно потому, что у нас нет ощущения контроля. То есть когда мы работаем, у нас есть ощущение, что мы сами контролируем свою жизнь. Ну, сейчас получилось так, что мы в замкнутом пространстве, да, и хорошо, что у нас сейчас уже есть определенные правила, по которым мы живем, да, у нас уже есть некое понимание. И вот чтобы совсем почувствовать, что все-таки даже в этом пространстве мы контролируем свою жизнь, есть, вот я думаю, что лучше мы с вами ничего и не придумаем. Есть такая штука, которая у нас была в пионерском лагере, в детском саду, в любом учреждении, где мы отдыхаем, называется она распорядок дня. Режим дня. Причем я думаю, что в нашей ситуации, я думаю, что мы еще об этом более конкретно поговорим позже, я думаю, что это делать следующим образом. Вы либо в своей голове, либо берете прямо вот лист бумаги и пишете, 7 утра, подъем, 7.30, приняли душ, там, я не знаю, там, сделали зарядку, да, и об этом мы тоже еще, наверное, чуть позже поговорим по поводу зарядки, позавтракали. И вот так целый день до вечера, там, образно говоря, 22.00 отбой. Причем в 7 утра, когда вы встаете, вы не изменяете свой привычный образ жизни. Не изменяете. На самом деле вашему организму нужно понимание, что ничего не поменялось. А если мы проснемся и будем спать дальше, то вот тогда организм начнет, у него вообще начнутся какие-то непонятки. А если мы будем продолжать жить в том же режиме, в котором мы жили, это будет гораздо легче. Поэтому утром встали, сделали зарядку. Я не знаю, там, холодный душ, как, ну, как и раньше это делали. Кстати, можно сейчас и подумать вообще, пересмотреть свои привычки. Об этом мы поговорим обязательно в ближайших выпусках, да, потому что есть запрос. Ну, в общем, режим дня, да, режим дня, распорядок дня. Вот давайте, уважаемые друзья, все-таки попробуем начать с режима. Мы не говорим о том, чтобы сразу уходить из зоны комфорта. Возможно, кто-то к этому привык, да, поспать подольше, поесть побольше и попозже. Но, тем не менее, режим он должен быть. Напишите тот режим, который будет комфортен и именно вам, и вашим домашним. Может быть, у ваших, у членов вашей семьи будет свой режим. И это даже интересно. Посмотреть, кто как живет, да, написать это на бумаге. Вообще, когда, ну, я визуал, например, мне проще наглядно на это посмотреть. Кто-то по-другому иначе это себе видит. Но попробуйте, начните с этого. Я единственное даже, Машенька, добавлю еще. Может быть, такая ситуация, что вы в своем режиме напишите с двух до четырех я ничего не делаю. Но это будет ваш режим. Это будет ваше решение. И тогда вот это ничего не делаю, это будет именно ваш контроль над своим собственным ничего не деланием. Это будет ваше решение. И тогда будет гораздо легче. Спасибо большое Оксане. Оксана Голубева, психолог. Сегодня была в нашей программе. Вы хотите поговорить об этом? Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок